Привет! Сегодня у нас 28 июля 2022 года. Я выехал из моей деревни в Санта-Агота, съездил уже в Рим и я сейчас нахожусь недалеко от аэропорта Чиампино. Вот, зашел в AirBnB, сейчас покажу. Вот такой вот вид. И тут рядом аэропорт. Я видел самолеты взлетают. Так классно вообще. Вот такой вот вид. Да, в таком месте неплохо жить. В принципе, недалеко от станции железной дороги. Можно на электричке буквально 12 минут до Рома Термини. Хозяева живут на первом этаже. Вот такой у них гамак интересный. Интересно, туда нельзя или можно зайти? И вот мне даже дали ключи от гаража с дистанционным управлением. Сюда я машину поставил. Телефон, кстати, подводит, потому что, блин, во-первых, он перегревается. Я снимал на айфон в Риме видео. Он перегревается. Через 5-7 минут все, он больше не работает. Очень жалко. А сейчас я приехал, я его вообще не мог. Он никак не реагировал. Он вообще ни на какие движения не реагировал. Сейчас покажу я квартиру. Это типа на втором этаже. Вот здесь общая комната, балкон по всему зданию. Тут же есть open kitchen, типа открытая кухня. Это хозяин. Он очень хорошо говорит по-английски, итальянец. Типа breakfast, завтрак. Вот. Холодильник, микроволновка. Довольно прикольно тут все. Это вход. А это душ, куда сейчас мне нужно сходить, потому что весь потный. Так что пойду сейчас в душ ополоснуться. Я, кстати, не подстригся за 12 евро. Там какие-то то ли алжишцы, они были туристы вниз, по-английски говорили. Вот за 12 евро мне все не подстрили. И купил я себе также держатель для телефонов машину. Ну, не знаю, он на магните. И, по-моему, мне кажется, он будет отцеплять телефон, будет сваливать. Посмотрим. Надо нормально купить, потому что тут сломался у меня. Вот из этого Airbnb расписание до ближайших поездов от ближайшей станции. Включил кондиционер. Надеюсь, что будет немного охладиться воздух. Можно будет немного отдохнуть. Время сейчас 6 часов. Жарища, конечно, что в Риме, что в Неаполе. Но, кстати, в Риме намного температура более терпимая, чем в Неаполе. Рим находится примерно 200 километров на север от Неаполя. И он дальше от моря, по-моему, километров 50 от моря. Поэтому чувствуется ощущение более терпимая, скажем, жара. Нет такой прямо вообще духотищи, как в Неаполе. Да, Рим классный город. Кстати, хотел сказать, вот в Италии эти деревья, их очень много. Вот такие деревья. В Греции таких деревьев нет. Может быть, в районе Патры где-то я видел. А в Италии, вокруг Рима, очень много таких деревьев. Вот чисто итальянские, римские деревья. Да, и домики такие интересные. Поприятнее, чем в Греции. Более они изысканные, что ли. Хотел сходить прогуляться и посмотреть на взлетающие самолеты. Но я настолько сильно устал. Я думаю, километров 6 точно, может, даже 7 прошел. Поэтому время уже 7 часов вечера. Просто сижу. И тут, оказывается, на балкончике такой столик. Вот я сижу и ем сухари. В итоге я вышел прогуляться вечером. И я не пошел в сторону аэропорта. Я пошел в сторону станции железной дороги посмотреть. Называется деревушка Санта-Мария-де-Ли-Моли. Пытаюсь найти эту железнодорожную станцию. На будущее, чтобы знать, если останавливаться здесь, недалеко от Рима. Да, вот здесь и есть станция Санта-Мария-де-Ли-Моли. И тут такая вот прямо новостроечка около станции. Прикольно. Вообще станция выглядит abandoned, не рабочей. И поэтому я спросил у своего хоста, ходят ли поезда отсюда. Раньше, я так понимаю, ходили до Рима-Термини. Или теперь уже не ходят. Что я заметил в Италии, очень много такого, что куча станций, которые больше не работают. Железной дороги или там узкоколейки. Какой-то Suburban Railway. Короче говоря, хост ответил, что ремонтные работы на железной дороге до 4 сентября. Поэтому на данный момент станция не работает. Есть автобусный маршрут, который заменяет данную железнодорожную линию на этот период. Вот, если кому-то интересно, могу дать ссылку на Airbnb. Хорошая страна Италия, очень красивая. Но дороги здесь, ооо, блин. Просто пипец, ребята. Намного хуже, чем в Греции. В Риме таким образом я провел один день и одну ночь. Если брать по красоте, то, думая, в моем личном рейтинге городов, Рим занимает почетно, скажем, второе или третье место. Самыми красивыми для меня являются Париж и Вьела. Значит, Рим на третьем. Однако пора было опять отправиться в пульс. Продолжение следует...